Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем наше еженедельное совещание. Сегодня в открытой повестке у нас два вопроса. Первый вопрос – это ремонт дорог местного значения, нашей муниципальной дороги. Все ремонтные работы мы на сегодняшний день завершили. Асфальт в снег не кладем и, соответственно, и не планируем. Я видел фотографии в социальных сетях с некими ироничными комментариями. Хочу всех заверить, что это не наша работа. Асфальт, если кто-то и укладывает, то точно не служба муниципалитета, а, скорее всего, это частная компания, которая делает подъездные пути к своим объектам. Сегодня Сергей Вячеславович Ватушенко отчитается об итогах ремонтных работ муниципальных дорог в 2017 году. Хочу отметить, что мы отремонтировали порядка 8 километров дорог. В следующем году нами планируется увеличить этот объем более чем в два раза. Уже в планах стоит 16,5 километров. И, возможно, еще по итогам голосования на портале Добродел, которое проходит у нас до 25 ноября, возможно, еще появятся дополнительные объемы, дополнительные пожелания от наших жителей, которые активно оставляют свои предложения и комментарии на портале. И по итогам голосования будут включены еще какие-то дополнительные объемы или те приоритетные дороги, о которых нам будут говорить наши жители. Сергей Вячеславович, прошу вас тогда с подробным отчетом, что сделано, как сделано, какие были сложности, какие потрачены деньги в этом году на эту программу и что мы планируем в следующем году. Прошу вас. Включите, пожалуйста. Уважаемый Андрей Вячеславович, уважаемые главы, коллеги, в вашем внимании предлагаются итоги ремонта автомобильных дорог местного защищения в Единцовском муниципальном районе в 2017 году. Следующий слайд, пожалуйста. В общей сложности в 2017 году у нас было отремонтировано 15 участков автомобильных дорог, денежные средства затрачены в сумме 64 миллиона 200 тысяч рублей, общая протяженность составила 7,8 километров, а общая площадь 57 тысяч 800 квадратных метров. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот и предлагаю поподробнее остановиться. Городское поселение Ново-Ивановское, отремонтировано в этом году была улица Амбулаторная, вы видите на экране. Надо отметить, что в городском поселении, в принципе, не осталось автомобильных дорог, требующих ремонта. Поэтому на следующий год ремонт он даже не запланирован. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, в городском поселении Большие Веземы было отремонтировано по адресу Петровское шоссе, дом 1. Тоже, так сказать, работы, ну, сопровождались некоторыми сложностями технологического характера. Там это связано было с коммуникациями, которые, так сказать, там вскрылись в процессе проведения работ. Но вместе с тем работы были завершены в срок и с належащим качеством. Следующий слайд, пожалуйста. — Городское поселение Голицыно. Значит, был отремонтирован банный переулок и в том числе разворотная площадка. Ну, как вы видите, до проведения работ состояние было, ну, так скажем, плачевное. Работы проводились с частичным восстановлением основания. И результат, так сказать, ну, отвечает всем требованиям и пожеланиям граждан. Следующий слайд, пожалуйста. Вот как раз этот участок банного переулка, который примыкает к этой разворотной площадке. Далее. Сельское поселение Успенское. Большое количество работы было сделано в этом сельском поселении. Вот, в частности, деревня Барки. Следующий слайд, пожалуйста. Деревня Дунино. Ну, вы видите, так сказать, какая дорога была до того, как проведены ремонтные работы, и какая стала позже. Значит, ну, кстати, надо отметить, что муниципальными контрактами у нас предусматривается гарантийный срок 4 года на эти виды работ. Поэтому, так сказать, подрядчики относятся с большой ответственностью к проведению и соблюдению технологий. Далее. Это, опять же, сельское поселение Успенское. Поселок Сосны. Ну, как вы видите, тоже, значит, исходное состояние не отвечает предъявляемым требованиям. Результат, так сказать, налицо. Следующий, пожалуйста, слайд. Тоже поселок Сосны. Другое, так сказать, место. Это улица Вишневая. Как вы видите, там, значит, покрытие, ямочный ремонт, понятное дело, производился. То есть, в принципе, покрытие соответствует ГОСТу, ну, в смысле, значит, глубины повреждений и так далее. Вместе с тем, значит, проведены были работы по ремонту. В том числе, уширили мы на один метр, собственно, автомобильную дорогу. И теперь уже, так сказать, стало возможным разъезжаться встречному автотранспорту. Возможности до этого такой не было. Кроме того, вот на, так сказать, слайде, может быть, не очень хорошо видно бордюрный камень установленный. Это место для параллельной парковки. Ну, и надо сказать, что в рамках проведения этой работы было дополнительно еще примерно 18 парковочных мест обустроено. Следующий слайд, пожалуйста. Это тоже сельское поселение Успенское, село Иславское. Ну, как вы видите, так сказать, дорога, хотя она и у нас числится по документам в асфальтобетонном покрытии, от этого асфальтобетонного покрытия до проведения работ, как мы видим, практически ничего и не осталось. Ну, а результат, он, так сказать, налицо. Следующий слайд. Ну, это, так сказать, народная, будем так говорить, боль Одинцовская, значит, это улица Московская, Немчиновки. Огромное количество жалоб поступало на нее все эти, так сказать, годы, потому что состояние этой дороги действительно, ну, мягко скажем, конечно, не отвечало предъявляемым требованиям, большое количество средств на нее тратилось для проведения ямочного ремонта, который тоже особого эффекта не имел, ввиду того, что проводим ямочный ремонт, сразу же разрушается покрытие рядом. Значит, в этом году, летом мы этот ремонт все-таки, значит, совместно с городским поселением реализовали. Надо сказать, что при проведении этого ремонта была использована субсидия Московской области. Подрядчик вышел, все качественно сделал, вопросов никаких нет. Значит, сейчас жители имеют возможность спокойно по этой дороге передвигаться, отзывы благодарственные, то есть вопросов нет, пробок не стало и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Тоже одна из улиц, которая требовала немедленного ремонта, это улица Чикина. Может быть, на слайде до, так сказать, не очень хорошо видно. Вместе с тем, там была существенная очень колейность, достигала там 10 буквально сантиметров, то есть, ну, в общем, для движения автотранспорта были серьезные, так сказать, опасения. Вот вместе с тем, как мы видим, ремонт проведен, в настоящее время ровность соответствует, так сказать, гарантия есть, жители имеют возможность ездить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и тоже одна из точек напряжения в городском поселении, тоже, так сказать, не одного года проблема, это улица Кутузовская. Тоже огромное количество, значит, было жалоб граждан. В настоящее время, как вы верно отметили, все работы завершены, разметка нанесена, люди ездят, люди благодарны. Надо сказать, что во время проведения работ были определенные сложности, они были связаны с большим количеством автотранспорта припаркованного, но вместе с тем, с этой проблематикой мы справились, автотранспорт перемещали, так или иначе, значит, работы выполнили. Ну и еще надо сказать, что во время проведения работ, значит, в целях исправления профиля автомобильной дороги был уложен выравнивающий слой асфальтобетона, и когда этот слой выравнивающий, значит, уложили, пошли сразу жалобы граждан о том, что вот ремонт уже выполнен некачественно, что-то там сделали, что-то не сделали и так далее. Ну, потом, значит, когда верхний слой уже уложили, стало понятным, что это просто определенный технологический процесс, и люди даже, я читал, уже, так сказать, в социальных сетях даже извинялись за свои, так сказать, негативные отзывы и, можно так говорить, брали свои слова обратно. Ну, это ситуация нам, в принципе, известна, причины ее тоже понятны. Значит, там выполнялись работы определенного рода уже после того, как ремонт был завершен, выполнялись работы, связанные, ну, как я предполагаю, с прокладкой коммуникаций. Значит, эта ситуация понятна. Те люди, которые это делали, я так понимаю, значит, восстановят все в надлежащее состояние. Ну, это вот, так сказать, завершающий, будем так говорить, слайд по примерам нашего ремонта. Следующий слайд, пожалуйста. А нет, еще вот не завершающий. Да, действительно, необходимо отметить, что Воденцово, да, чуть не забыл, это село Ромашка, улица Центральная, и фактически переходящая, значит, одна в другую. Следующий слайд, пожалуйста. Это проспект Революции, село Немчиновка. Ну, по существу это одна дорога, да. Значит, ну, мы видим, что то, что было до разрушения, таковы, что фактически дорога превратилась уже там не столько в дорогу, сколько в тротуар, будем так говорить, по своим геометрическим параметрам. Ну, а результат, он, так сказать, налицо, все понятно. Дорога, значит, обеспечивает безопасное движение транспорта, и теперь проблем с ней не будет. Следующий слайд. Значит, ну, значит, что еще хочу сказать. В общей сложности из этих 64 миллионов рублей субсидия Московской области составила примерно 22 миллиона. Частично эти деньги уже оплачены, частично там в процессе идет оформление документации, но тоже будут до конца года, естественно, оплачены, как это положено, и закреплено муниципальным контрактом. И хочу два слова сказать, значит, о планах ремонта 2018 года. Совершенно верно тут было отмечено о том, что в настоящее время в планах у нас больше 16,5 километров от мобильных дорог предполагается к ремонту. Общие суммы почти 80 миллионов рублей. Ну, совершенно верно отметил Андрей Робич о том, что сумма эта не окончательная. Не связано это с тем, что в этих деньгах не учтена субсидия Московской области, которая будет предоставлена Одинцовскому району. Значит, просто размер этой субсидии в настоящее время уточняется, и, так сказать, по результатам наших действий она просто будет предоставлена. Соответственно, эта сумма изменится, и показатели по протяженности и площади, естественно, тоже изменятся в лучшую, то есть в большую сторону. Доклад закончил. Спасибо. Давайте мы договоримся, как только будет окончательный и сформирован перечень, появятся цифры, и мы эту программу уже утвердим, тогда вынесем этот вопрос еще раз на наше совещание. И также с подробными слайдами расскажем всем нашим жителям, какие дороги, в каком объеме, какими силами и за какие деньги будут ремонтироваться в следующем году, чтобы у всех была заранее информация, все были предупреждены. Хочу отметить, что в этом году мы очень часто сталкивались с ситуацией, когда идут ремонтные работы, мы принимаем покрытие, потом появляются жалобы в социальных сетях, на почте моей, в администрации, и только после этого мы реагируем, выезжаем на месте с некой комиссией, выявляем эти недостатки, замечания и предложения, которые поступают от жителей, и после этого заставляем, собственно, подрядные организации их исправлять. В следующем году нужно этот регламент изменить и не ждать никаких замечаний от жителей, а, соответственно, нашими специалистами, вашей организацией настолько жестко принимать ремонтные работы, чтобы потом не было никаких замечаний от наших жителей. Насколько я помню, там по улице Чикина были обнаружены трещины, мы среагировали на те замечания от населения, и, соответственно, подрядчик трещины убрал. По тому же, в Немчиновке по Московскому проспекту то колодцы были не на том уровне, то бордюры не поставлены, ну, там ряд замечаний были, существенно характерно сильно. Тоже потом эти работы были исправлены за счет подрядной организации. Те специалисты, которые у вас занимаются приемкой, должны четко понимать, приняли работу с недочетами, недоделками, получили штраф. Это жесткая ответственность вот той команды, которая занимается приемкой работы. Мы этого допустить в следующем году не можем. Не должна так работа строиться, когда жители видят больше, чем наши специалисты. И вы правильно сказали, что гарантийный срок – это серьезная мотивация для любого подрядчика выполнять работу качественно. Поэтому, не знаю, два, три, четыре года, о которых вы сказали, максимально возможный срок нужно забивать в конкурсную документацию. Другого серьезного мотиватора нет. То есть это будет железным подспорьем для любой компании работать качественно. Возможно, конечно, потом компании думают, что уйдут с рынка, обанкротят компании или еще как-то убегут. Это, конечно, проблематика существует. Но в целом, когда уважаемые компании, приличные структуры выходят на конкурсную процедуру, они уже думают и о гарантийном сроке. И эта системная работа должна также быть продолжена. Вы коснулись, Михаил Алексеевич, коснулся ситуации по улице Кутузовская. Действительно, многие годы в этом проблемном по многим позициям микрорайоне, в Новой Трёхгорке, люди ждали ремонта улицы Кутузовской. Дождались. Теперь, после завершения работ, мы видим, что около мойки там появилась яма. И не потому, что подрядчик плохо выполнил свою работу, а потому, что компания «Водоканал» наша муниципальная прокладывает какие-то коммуникации, и потом вот таким способом, абы как, задело существующее покрытие. Михаил Владимирович, у меня здесь к вам, соответственно, вопрос. Когда «Водоканал» найдёт в себе силы, возможности восстановить покрытие, какие сроки, какими силами, и когда мы людям отчитаемся, что всё сделано так же качественно, как и было ещё месяц назад. Я думаю, что в течение ноября это проблемы решили. Да, мы понимаем, что в снег мы ничего не кладём, а с этого я начал. Поэтому в течение ноября это очень долго. Давайте мы возьмём максимум неделю на восстановление этой ямы, на восстановление покрытия, и впредь этого допускать не будем. Если мы понимаем, что есть какая-то необходимость прокладки коммуникации, соответственно, нужно за дорожниками эту программу каким-то образом синхронизировать, делать коммуникации раньше, чем мы меняем покрытие. Это проходила Москва, мы учились делать, но, соответственно, надо научиться и делать и нам. Идёт программа благоустройства комплексов, сначала коммуникация, потом дорожное покрытие. Это касается детских площадок, которые мы строим, а потом появляются трубы, теплосети, и всё как после войны. Это нужно исключить и регламент взаимодействия между собой отрегулировать. Не выходим на дорожное покрытие, если нет согласования от коммунальщиков. Согласование поставили, больше там нет водоканала или теплосети, чтобы одно другого не портило. Спасибо. По дорогам тогда вопрос заканчиваем. Все ошибки, недочёты, на которые нам указывали жители по этому году, нужно учесть в следующем сезоне. Тем более, что объём работы у нас действительно увеличивается. И, скорее всего, 16 километров – это ещё непредельная цифра по тому объёму, который мы запланируем. Следующий вопрос у нас – ремонт подъездов. Сегодня мы видим, что полным ходом идёт реализация программы губернатора по ремонту подъездов в нашем районе. Вы все помните эту цифру. 1 199 подъездов должно быть отремонтировано. К сожалению, пока мы можем отфиксировать только 621 подъезд, которые уже завершены, работы по которым завершены. На 336 подъездах работы ведутся, они в разной степени готовности. По ряду поселений, таких как Кубинка, Никольская, Чистцовская, Одинцово-Ершовская, есть серьёзная проблема с программой по выполнению. Кубинка, Никольская, Чистцы – там вопрос связан больше с военными городками. Об этой программе мы неоднократно говорили и докладывали на уровень правительства о том, что управляющие компании, которые обслуживают жилой фонд в этих территориях, не приступили к ремонтным работам в подъездах. Это ГУЖФ и компания Ремжилсервис. На сегодняшний день 115 подъездов, которые стояли в нашей программе, на этих объектах работы не начаты. И я так понимаю, что в этом году они завершены не будут. По остальным же управляющим компаниям, по остальным поселениям есть разная степень готовности. Вызывает определённую тревогу компания АО «Управление жилищного хозяйства» и наше акционерное общество «Одинцовская теплосеть». Есть порядка 54% выполнения от того плана, который был зафиксирован. Также есть небольшие отставания по МУК «Везём инжиниринг», РЭП «Заречья» и ЖКХ «Захарова». Михаил Владимирович, тогда расскажите нам о программе, где и какие сложности, что ещё необходимо сделать, чтобы мы, за исключением от военных городков, свою программу выполнили в максимальном объеме. Прошу вас. Спасибо, Андрей Григорьевич. Добрый день, уважаемые главы. Следующий слайд, пожалуйста. Программа ремонта подъездов ведётся под эгидой губернатора с выделением субсидий из бюджетов Московской области и бюджетов поселений. На территории Одинцовского района в этой программе на этот год запланировано 1199 подъездов. И работы по этим подъездам сейчас подходят к завершению. Следующий слайд, пожалуйста. Схема финансирования программы неизменна. Она была в этом году, будет и в следующем году. То есть принимают решение о ремонте подъездов сами жители. На основании их пожеланий формируются списки поселениями и включаются в программу. На следующий год сейчас как раз идётся формирование программы. Одним из условий участия в программе того или иного подъезда является наличие софинансирования со стороны жителей. В этом году с софинансированием у нас было трудно. Жители не хотели участвовать, потому что не было уверенности в том, что данная программа будет работать. Но на сегодняшний день жители увидели результат и уже готовы рублём участвовать в этой работе. Размер софинансирования жителей до 5%. И опять же это по решению самих жителей. Сейчас софинансирование является одним из показателей того, какая приоритетность будет по ремонту подъездов, так как количество заявок уже превышает количество запланированных к ремонту подъездов. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о ситуации по выполнению работ. На сегодняшний день у нас, как правильно сказал Андрей, рубится 621 подъезд, завершены работы, и работы ведутся в 336 подъездах. Тяжёлая ситуация у нас по Кубинке. Там у нас военные управляющие компании, к сожалению, не ведут работу по ремонту подъездов, ссылаясь на отсутствие финансирования в этом году. По Одинцову у нас УЖХ ведёт работу на большинстве подъездов. Сейчас по Одинцовскому поселению 205 подъездов в работе и 222 подъезда сданы. В рамках текущей работы у нас задействовано большое количество бригад. К сожалению, изначально было очень сложно развернуть работу на всех подъездах одновременно. Первый раз у нас такая масштабная программа, и сама техника выполнения, а также требования к ней, они достаточно высокие в части того, что очень много элементов необходимо учесть и отремонтировать в достаточно сжатые сроки. Если говорить о вопросах, связанных с завершением работ... Следующий слайд, пожалуйста. На сегодняшний день у нас работы принимаются в первую очередь жителями. Жители составляют акты, подписывают... Точнее, управляющая компания составляет акт, подписывает у жителей, и потом эти работы проверяет ГЖИ и ГБУ. После этого управляющая компания обращается в администрацию за субсидиями. Администрация формирует пакет документов, выплачивает свою часть субсидий, потому что местная администрация также участвует в субсидировании данной работы и передает этот пакет документов на получение субсидий из Московской области. На сегодняшний день оплата субсидий из бюджетов поселений по количеству отремонтированных подъездов, не по суммам, а по штукам. 242 подъезда оплачены субсидии из бюджета поселений, это 42% от выполненных работ, и оплата субсидий из бюджета Московской области 229 подъездов, 40%. То есть у нас 60% выполненных подъездов еще не оплачены субсидиями. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о суммах выплаченных субсидий, на сегодняшний день оплачены субсидии суммарно на 14 миллионов рублей по всем поселениям и всем управляющим компаниям, которые участвуют в программе. Сумма работ, по которым не выплачены субсидии, сейчас составляет 36 миллионов рублей. То есть управляющие компании за счет своих оборотных средств провели эти ремонты и сейчас очень ждут получения этих субсидий, чтобы те работы, которые еще остались, завершить в срок и должным образом. По поселениям, если посмотрим, то увидим, что, к сожалению, динамика по выплате субсидий снизилась. Большие веземы у нас по трем периодам, мы контролируем все сейчас эту историю. По большим веземам выплаты ноль, при том, что там присутствует собственный МУП. Хотелось бы увидеть от коллег более слаженную работу в части получения субсидий, тем более, что мы со своей стороны готовы прикладывать к этому максимуму усилий и сопровождаем каждую заявку. По Голицыну у нас также было 11 заявок до этого, а теперь опять пришли к нулю. И по Ново-Ивановску у нас также пока динамики нет положительной, то есть у нас за три периода нет улучшений. В то же время Одинцова сделала рвок и 24 подъезда заявила на субсидию и их выплатила. Если говорить о том, что мешает чаще всего выплатить субсидии, мы провели анализ. Первое, в чем сложности возникли, это сложности в формировании адресных перечней. Почему-то у администрации адреса расходятся с адресными перечнями, и заявки из-за этого не пропускают финконтроль. Поэтому всех глав прошу обратить на это внимание. При формировании следующего перечня берите из ФИАСа адреса и эти адреса вставляйте в программу. Второе, вы в ГАСУ сами вносите эти данные, поэтому мы эту программу выгружаем из ГАСУ и несем на утверждение во всех уровнях. Как вы ее в ГАСУ загрузили, так мы ее и выгружаем. Это ваши работники делают. Прошу на это обратить внимание отдельно, потому что как только не совпадают адреса, вы в заявке пишете один адрес на свое финансирование, а управляющая компания пишет по ФИАСу, к примеру, а в программе третий. У нас, получается, приходится эти подъезды откладывать к получению субсидий, хотя работы на них выполнены. Сейчас мы несколько таких заявок увидели и приняли решение, что изменения последние будем сейчас формировать по всей программе. С учетом изменения адресов, этажности, как-то получилось, что даже этажи смогли неправильно указать. И количество подъездов в домах тоже неправильно посчитано было. Поэтому прошу всех обратить на это внимание. Последняя редакция списка готовится на этой неделе. И в пятницу мы от вас ждем отредактированные последние списки, которые мы в этом году заявим в ГЖИ и в правительстве Московской области, для того, чтобы иметь возможность пропускать субсидии, потому что первичен список, к нему уже все документы должны стыковаться. Сейчас по тем адресам, которые не совпадают с теми, которые вы заявляете на финансирование, у нас принято решение, что мы их просто откладываем в исключаемости из этих заявок до момента редактирования самого списка. Поэтому заявки не останавливайте. Если обнаружили такой адрес, просто его исключаете из заявки, но саму заявку формируете на оставшийся объем. Потому что времени осталось совсем мало. Минфин и МинжКХ обработать наши заявки в декабре смогут в очень жестком режиме, потому что от таких, как мы, будет вся область. Прошу на это обратить внимание. То есть у нас остался ноябрь, для того, чтобы хоть как-то это все успеть сделать не в режиме аврала. Следующий слайд, пожалуйста. Те поручения, которые входят в программу, обеспечить выполнение ремонта подъездов 100% до 1 декабря, обеспечить выплату муниципальной субсидии до 10 декабря, обеспечить предоставление отчетности ежемесячно до 5 числа месяца. С отчетностью, на самом деле, у нас отладился механизм, мы стали его вовремя получать, и она стала достаточно качественной. Следующий слайд, пожалуйста. Обеспечить 100% размещение в ГАСУ актов выполненных работ. По актам выполненных работ просьба к главам обратить внимание на то, что акты вам предоставляет управляющая компания, а вы его уже размещаете в ГАСУ. На сегодняшний день очень часто получается, на данном этапе почему-то акты теряются. Пожалуйста, разберитесь в этой истории. Дальше. Обеспечить 100% размещение в ГАСУ фотографий подъездов до начала работ и после окончания работ. К сожалению, почему-то эту историю мы никак победить не можем. У нас до сих пор не все поселения разместили фотографии до начала работ. Это у нас Барвихинская, Назарьевская, Никольская и после окончания работ. Насчет разместили мы берем данные из ГАСУ. Если размещено в ГАСУ правильно, то оно отображается у нас точно так же правильно. Я прошу на это обратить внимание. По выполненным подъездам половина поселений, в принципе, так же фотографий не разместила. В полном объеме, подчеркиваю. Информация обязательно должна размещаться. Фотография является одним из элементов, который входит в пакет отчетной документации. Доклад закончил. Спасибо. Коллеги Голицыну, Ново-Ивановская, Большая Везюма. Какие сложности с оформлением пакета документов на получение субсидий? Что еще вам, чем мы можем вам помочь? Давайте, Родион Анатольевич. Андрей Рыбович, доложу. Заявки формируются, находятся несоответствия. Переделываем. И задержки с платежами при готовых заявках у нас не возникают. То есть периодически возникают некоторые проблемы в оформлении документации. Просто у нас с вами уже ноябрь, середина. Мы должны же научиться когда-то это делать. Андрей Рыбович, мы получаем, если заявку увидим несоответствие, то мы не официально какие-то переписки затеиваем, а прямо в ручном режиме берем с этими документами, едем, чтобы оперативно устранять эти замечания. Понятно. Голицына. Андрей Рыбович, мы четвергом и комфортный день, что такое? Мы там пытались через ГЖИ, но там можно, через МНС, все веземы там в поле, мне предложено, что в четверг-пяник все будет. Понятно. Большие веземы. Андрей Рыбович, во-первых, хочу вас заверить, что это не скажется на срок выполнения работ. Работы в любом случае будут вестись, и они ведутся. Дальше по шести подъездам, там Михаил Владимирович в курсе дела, мы там пытаемся согласовать, их нам не согласовывают ГЖИ по определенным причинам, но мы с этим разбираемся уже месяц, никак до конца не доведем. Остальное, есть технические моменты, но, в принципе, все в плановом режиме, остальное работает. У нас с вами в плановом режиме все должно закончиться 1 декабря. Как вы видели, из поручения сегодня было заседание правительства, в этой части проводил Дмитрий Владимирович Пестов. Все соответствующие поручения на территорию нам также спустили. У вас по МУП везема инженеринг выполнение 81%, необходимо доделать еще 7 подъездов. Просто если МУП везема инженеринг не получит субсидии ваши из Московской области, то, очевидно, перестанет платить ресурсникам. Там будут проблемы с МОЗЭнергосбытом или с Газпромом, или еще с какими-то подрядными организациями. Вам здесь нужно напрячься, быстрее сформировать пакет документов, если с ГЖИ проблемы, нас подключать, и быстрее получить эти деньги. Вот смотрите, у нас 36 миллионов недополученных денег в управляющей компании, но они же не могут их напечатать, соответственно, они придерживают платежи. Там возникает другое напряжение. Или вообще снимают с бригады с текущего ремонта в надежде, что потом в декабре как-то догонят. Вот я еще раз прошу глав отстающих в этой части по субсидиям найти силу, найти людей, сконцентрировать свое внимание и дожать эти пакеты документов. Уже многие территории набились, и шишки себе набили, и я вижу стопроцентное получение субсидий по ряду наших поселений. Все научились сделать. Возьмите какой-то опыт соседей. Опыт есть, у нас полное понимание есть. Единственное, нам нужна помощь. Но еще раз говорю, управление ЖКХ в курсе, Михаил Владимирович в курсе по шести подъездам. Нам помочь, чтобы вы все-таки включили в адресный перечень, чтобы мы получили по ним субсидии. По шести подъездам как раз это тот случай, о котором я говорил. Неправильно сформированный изначально был адресный перечень. Изменения в ваш адресный перечень мы внесем. Эта работа с ГЖИ ведется. Но вы по остальным подъездам, по которым нет вопросов, переформатируйте заявку. Я об этом вашему руководителю МОПа говорил. Мы уже сегодня разбирались, и этот вопрос практически уже решен. По нашим данным, там уже у нас не 25, а 28 подъездов оплачено на сегодняшний день. Еще три подъезда там оплачиваются. Вот у нас шесть проблем на вопрос. Здесь прошу помощи. Остальное мы все решим, мы сделаем. Да, хорошо. Берем вас тоже на контроль. Александр Берчев, у нас большой объем по территории подъездов. Компания крупная и две. Управление жилищного хозяйства, которым занимается уже напрямую Михаил Владимирович. И контролирует и количество бригад, и график выполнения работы. Один из самых больших объемов. У нас с вами есть и частная компания, Сэйвл Траншин Строй, которая не получает принципиально субсидии. И выполнение у них по ремонту подъездов на сегодняшний день 66%. 80 подъездов они сделали из 122. У меня просьба какая-то, как вы давно знаете акционера компании и взаимодействуете с ними довольно эффективно. Пригласите все-таки компанию и предложите им получить субсидию. Возможно, у них просто банально не хватает денег, поэтому они сбиваются с графиком. У них окончание работы стоит на 31 декабря. Мы должны закончить все до 1 декабря. Они своими подъездами нас сейчас утянут в красную зону. Не получают субсидии, отказываются от нее непонятно по каким причинам. Если нет людей и возможности сформировать эти пакеты, мы готовы даже за них какую-то часть работы сделать, помочь им в этом плане, чтобы они как можно быстрее вышли на завершение работы. Что касается УЖХ, Михаил Владимирович, не менее 5-6 бригад должно работать на всех подъездах. По каждой бригаде четкий график и выполнение. Осталось не так много времени. Они долго буксовали, долго раскачивались. На сегодняшний день должны нам сделать, сейчас я вам скажу точную цифру, что почти 224 подъезда. 224, да. Это огромная цифра. И, безусловно, своими силами, своими внутренними ресурсами эту работу не произвести. Поэтому бригады, аутсорсинг, нанимать и выполнять работы в срочном порядке. Коллеги, мы неоднократно эту работу с вами обсуждали. Все, что не связано с военными городками, мы однозначно сделаем. И думаю, что если в ручном режиме каждый из вас будет управлять процессом, то до 1 декабря тоже реально поднять этот объем. Что касается военных городков, также бросить мы их не имеем права. Продолжаем писать письма и обращаться в Министерство обороны. А также просим поддержки у Пестова Дмитрия Владимировича на уровне межправительственного взаимодействия с Минобороны тоже посодействовать нам в решении этого вопроса. К сожалению, нашего ресурса в этой части не хватает. Министерство обороны и конкретно эти управляющие компании на нас не реагируют. Хотя еще в начале года эту программу акцептовали и подтвердили. Но деньги не выделены, ремонты на подъездах не производятся. В общем объеме, как я и сказал, на сегодняшний день у нас 115 подъездов. По этой работе все. Тогда открытая часть у нас заканчивается. Коллеги из СМИ прошу тогда нас покинуть. Дальше переходим к следующему пункту повестки. Дальше переходим к следующему пункту. Дальше переходим к следующему пункту.